Здравствуйте, уважаемые взрослые, начинающие и продолжающие! Мне очень нравится сегодняшняя тема, потому что тема называется «Украшение». Мы украшаем нашу музыку, наши идеи, потому что мы уже научились, да? Мы уже сочиняем, придумываем свои мотивы, пишем вариации, знаем, как упростить ноты, чтобы сразу же получить удовольствие, знаем, как слушать самые трудные произведения и со своей скрипочкой играть по открытым струнам, аккомпанировать, и будет ощущение, что вы вместе это делаете. Первое, второе, что на слух воспринимается, а сегодня тема – украшения, которые, я думаю, что вы тоже уже встречались. Какие же бывают украшения? Я вот частично скопировала очень интересную таблицу, где нарисован рисунок вот этих вот трелей, да? И каждое украшение, оно прям как стихии. Открылась мне однажды волшебная страна, где пела гаммы трелью скрипичная струна. То есть трели, морденты, форшлаги, нахшлаги. То есть у каждого композитора в каждую эпоху были какие-то различия. Но оказывается, всегда критерий истины был тот, кто играет. То есть скрипач играет, и он мог складывать свои какие-то тонкости в трель, в окончание, в мордент. Если, допустим, вы видите ноту, а наверху такую волнистую линию, значит, это получается трель. Значит, трель. Если просто как галочка, как птичка, то это называется мордент. Вот, и бывали крестики, которые тоже подразумевали трель. Допустим. Ну, чаще всего для нас, грубо говоря, достаточно будет трель. Это длинная трель, когда написана буква ТР, и вы играете. Или вы играете с разными проходящими, с задержанием. Обычно это каденциевые, заключительные ноты. Или ноты выстроены на доминанте, где вы можете что-то принять, какое-то участие. И знаменитая соната Тортини, Дьявольские трели. Сначала меня тоже очень пугало, да, но трель бывает еще с помощницей, с вибрато движениями. То есть, левая рука, если она дает небольшой такой акцент, импульс, она помогает делать самые быстрейшие, труднейшие трели. Сочиняйте стихи и действуйте. И вот эти украшения, орнаментик украшения, конечно, вибрато тоже относится к украшению, мардент, трель и все эти чудесные моменты, конечно, для красоты. Но чтобы они были легкие и никому ничего не мешали, то нужно потренироваться. Это спорт для пальцев. И в быстром темпе вибрато появилось как подражание эстетики, допустим, арии из опер, где собраны стали варьировать свои прекрасные каденции. Бельканто появился стиль. И тогда-то как раз вот и подразумевается такое владение трели. И если вы подойдете к окошку, да, и... Сыграйте, точно прилетит птичка где-нибудь со стороны и скажет, а я хочу с тобой тоже поговорить. Этот разговор бывает интернациональным. То есть вы здесь в левой стороне на краешке видите изображение, и потом с правой стороны они расписываются. Но это чаще всего, вот я взяла таблицу от композиторов, вот, в общем, старого ренессанса и начинающей классической эпохи. И когда идет группета, это как бы такой вот завиток лежащий, как буква S латинская, но лежащая. Называется группета или опевание. Допустим, ты видишь ноту C, это вторая линия сверху, и на днюю группета, то как ты играешь? То есть отпеваешь... Или... Снизу или сверху. Были такие значки. И требует время. Есть форшлаг, нашлаг. Если форшлаг в быстром темпе, то он играется вдоль. То есть... А если в медленном темпе, то он как бы играется в одну треть длительности ноты, допустим, половинки, и над ней форшлаг. Опевается. Ну, в общем, есть какие-то определенные тонкости, которые каждому музыканту нужно немножко знать. И мы сегодня просто в общей сложности знакомимся. Чисто зрительно, чисто как это рисунок смотрится. Я думаю, что в настоящий момент, на начинающем этапе, то есть мой курс этот относится к начинающим, вспоминающим музыкантам, будет достаточно мардент, трель, форшлаг, нашлаг. И вот это вот такая таблица, которая была составлена Лизалотте Брэндли. Это огромный-огромный плакат. Я его частично просто сфотографировала. И где можно как раз познакомиться с особенностями украшений разных эпох. И, допустим, здесь написано «Аугсбург» — это Леопольд Моцарт. И как он расписывал вот такие длинные форшлаги, четверть и половинка, да? Как они игрались, варианты их. Допустим. Или. Огромное значение играет вкус самого исполнителя. Какую он ноту предпочитает главный.